Всем привет, с вами снова Герка, и мы продолжаем проходить Уфа Afterlight. Так, мы вернулись, в конце прошлой серии мы вернулись с миссией, и необходимо раздать повышение, как всегда. Так, сноровку повышаем, да, супер. Хотя даже не стоит этого делать, потому как прицел у нас уже на максимуме. Теперь необходимо бы повысить нам харизму, пожалуй, либо скорость. Снайперу необходимо быстро достигать позиции, соответственно, ловкость, так как влияет на разведку. Да, не дать обнаружить себя. Собственно, да, повышаем ловкость. Да, скорость и разведка. Хорошо. Так, ну, снайперской подготовки у нас пока еще нет. Так, Гарольд. Сила воли. Хотя целосложение у нас уже тоже на максимуме, поэтому повышаем ловкость. Так, Полина. Моторика почти на максимуме, повышаем силу. Нет, ну-ка, посмотрим, что у нас. Увертливость, разведка. Физподготовка, механика. Механика и разведка. И разведка и вертливость. Ну, повысим ловкость, чтобы следующим ловом повысить скорость. Так, далее. Так, Кузе надо немного подлечиться. Так, одну секунду. Я давно хотел уже разобраться с настройщиками. Сейчас. Я вернусь. Так, ну, вроде совсем разобрался. И мы продолжаем. Так, по производству у нас, наконец-таки, будет производиться инъектор для нашего боевого медика. И затем необходимые все ему припасы. Потом пистолет. Которых нам, кстати, наверное... Хотя нет, сделаем один. Да. Потом презентовый скафандр проверим. Который я с самого начала не заметил. И тяжелый скафандр. Да. Тут все хорошо. На самом деле, еще пара батарей нам бы пригодилось. Ну, уже после производства медицинского стаффа. Так. Тут все в порядке. Техника, мины, спецпредметы. Да. Все в порядке. Так, по исследованиям смотрим. Мы завершили наше исследование. Последним было исследование технологии ретикулат. И теперь... Мы исследуем добычу кристаллов и лазерное оружие для того, чтобы потихонечку переходить на лазерное оружие. Посмотрим, как быстро мы сможем это сделать. Так, и у нас уже открыт усиленный скафандр. Вероятно, это улучшенная версия обычного тяжелого скафандра. Интересно. Я на самом деле такого... Так, это большой скафандр. Нет, да не то. Где же был? А, я смотрел. Мм, я ошибся, ошибся. Это были завершенные исследования. Так, ну ладно, хорошо. И стандартная бронера ретикулат. Такого исследования тоже не помню. Ну ладно. Посмотрим. Немножечко попозже. Так, смотрим, что у нас в обучении. Есть одно место в военном учебном центре. Так. Ценные. Вот, кстати. Ага, он уже прошел обучение по-атлетски. Бенат тоже прошел хорошо. Так, ну в принципе, продолжим обучать наших, возможно, Возможных будущих солдат. Атлетики. Для начала я считаю это приоритетом навыка. Так. Ученые. Какие-нибудь дополнительные специализации? Да нет. Вряд ли. Пока меня все устраивает. Так, да. Все продолжает. Лечение. Этот у нас разъезжает. Кстати, где они? Член вашей команды. А, они только выехали. А, да. Все, я немного запутался, как всегда. Вот. У нас будет построен геозонд вот здесь. И мы сможем построить химикаты. Химикаты нам нужны были для... Три единицы химикатов. Вот, да. Для склада. Так, а также нам пока еще недоступны четыре проекта по вскрытию. Для этого нам необходимо произвести исследование вот этой вот технологии и построить одно здание. Но пока что, пока что это нам ни к чему совершенно. Сейчас нам... Да, энергия. Энергия еще нужна была. Обязательно нужна была энергия. Я не помню. Возможно, вот через исследование топлива. Проверим. А пока... Пока есть время. Кстати, вот у нас Светлана завершила обучение. По быстрой стрельбе. Да? А, нет. Полина. Отлично. И у нее повышены навыки с одноручным оружием. Также можем еще повысить. Ага. А второе повышение увеличивает стрельбы. Точность и скорость стрельбы на скидку. Ну, в принципе... Извиняюсь. Было бы неплохо, но пока... Если у нас что-то приоритетнее, чем быстрее стрельба... Ловкость рук... Давайте подумать. Ну, пока, пока, пока. Пока оставим все как есть. Тем более, нет, места у нас есть одно. И мы можем обучить... Да. Еще одного, возможно, будущего воина Атлетики обучим. А ее... Это Вера была, да? Да, Вера Шрутген. Шутен. Вроде бы правильно, это Шрутген. Ну, неважно. Может быть, я ошибаюсь. Вполне даже возможно. И у нас совсем скоро будут произведены инъекторы. И нам можно попробовать... Атаковать вот эту вот территорию. Не уверен, не уверен. Либо вот эту. Что-то надо уничтожиться на обрага, а тут уничтожиться объект. Но лучше и полезнее будет сейчас продвинуться на запад. Так, кстати, тут вот территория до сих пор не исследована, не открыта. Видимо, надо захватить одну из этих. Ну, я думаю... Вот эту вот. Тем более, роботы уничтожаются совсем быстро. Не будем забывать про наши циркулярные пилы, которые очень эффективны против роботов. Ага, и у нас таки закончились патроны к пистолету. Так, это плохо. Нам придется отложить. Немножечко снова отложить. Где-то на день. Производство наших инъекторов. Двадцать четыре обоймы. Да, сделаем. Так, хорошо. Так, а что мы можем дать ей на время... На время... Два таких? Всего лишь двенадцать патронов. Крайне плохо, крайне скудно. Но ничего не поделаешь. У нас заканчивается мин. У нас заканчивается все. Слишком быстро расходуются бейтли пассы. Ну, в принципе, да. Давайте попробуем захватить еще одну... Точнее, не захватить, а расчистить путь к еще одной территории. Вперед. И, как я уже понял, все эти бои с роботами, они довольно скучны и однообразны. Поэтому я... Буду их... Ну, не знаю, пропускать. Пропускать их вообще... То есть, исключать их из записи, либо же... Так, камера опять сбросилась. Видимо, это после перезахода в игру происходит. Так вот, насчет боев с этими роботами. Они скучные, однообразные. И я вот сейчас думаю пропускать их полностью, либо просто проматывать на максимальной скорости. Всегда. Ну, давайте попробуем пока что. На максимальной скорости их просто прокручивать. Так, быстренько расправляемся с этими ребятами. Ребятами. Простите, я не смогу. И все остальные у нас там. Ну, ладно, хорошо. Сейчас мы с ним разберемся. Разберемся. Выхожу. Выхожу. Сейчас я его. Я подогнем. Рель уничтожена. Слушаю. Так. Я на связи. Я на связи. Вольно. Атакую. Здесь. Сейчас получится. Какие приказы? Я готова. Иду. Атакую. У меня осталось по шесть патронов. Я думаю. Я думаю, оно очень быстро закончится. Извиняюсь. Кашелься никак не хочет меня отпускать. Какие приказы? Что дальше? Вольно. Открываю. Да. Иду. Атакую противника. Че? Ладно, ладно. Готов. Слушаю вас. Я на связи. Сделаю сом. Какие будут приказы? А, кстати, всегда хотел проверить. Вот так. Угу. Атакую. Приказывайте. Слушаю вас. Я готова. Атакую. Не нужно прикрытие. Да, видимо, все-таки атака даже с дурочным оружием при наличии навыка ловки руки. Так, на этом должно было уже все закончиться. Ага, все, понятно. Слушаю. Да. Вот теперь все. Нет. Да что же это такое? Да, вот все, победа. Быстро разобрались. Так, один не возьмем. Возьмем два. И зона очищена. Так, хорошо. И вот у нас доступно новое место раскопок. Так, отлично. Научное, да. Сначала нужно проанализировать. Много времени это не займет. Но и на моментальный результат рассчитывать не стоит. Значит, скоро мы сможем производить новое оружие и оборудование. Да, но нам нужно научиться применять теорию на практике. Марс все-таки не Земля. На планете построена новая станция. Поступление ресурсов увеличилось. Итак, посмотрим, что же все-таки нам стало доступно. Вот, земные технологии. Но я думаю, стоит исследовать их первыми, чтобы посмотреть, какие нам откроются перспективы. Собственно, помещаем очередь. Нам остается лишь только ждать. Так. Где... Все, никак не могу перестать называть их старыми именами. Ну, не важно. Даниил. Даниил Рамирес. Ну, в принципе, интуиция. Почему нет? Тем более, она повышает стрельбу на вскидку. А это тоже хороший навык, который очень пригодится. Так. И вот у нас уже сила и сноровка. То есть, навыки, которые влияют на моторику, на максимумы. Но моторика до максимума повышаться не хочет. Это странно. Может быть, я что-то все-таки упустил? А! Сно... Нет, сноровка. Да нет. Это странно. Я даже не знаю, из-за чего такое может быть. Ну, ладно. Пожалуй, ставим силу на героя и... Повысим ему силу воли. Нет. Ловкость. Так. Врач должен быстро бегать. Чтобы добегать и лечить бойцов. Так. Хорошо. Мы распределились. Лечение 11 часов. Атака 2 дня. Сколько тут? 15 часов. Ну, пускай он завершит. Ага. Нет места. Ладно. Понятно. Продолжаем лечение. Производство патронов. Ага. Хорошо. Можем вернуть саму от ее пистолета. Ну, я думаю, сколько? 16 патронов в обойме. 32. Да еще 64. В принципе, вполне достаточно на один вылет. Так. Тут уже у нас есть нам быстрые стрельбы, но нет ничего подходящего. Будем ждать пистолета. Так. В принципе, в принципе, сейчас можем сделать большую паузу по вылетам. Хотя... Нет. Есть у меня одна идейка. Создаем новый отряд. Будет называться хакеры. И предназначен он будет для похищения предметов, так сказать, что ли. У нас будет трое бойцов. Вот. Так вот. У них будет оружие ближнего боя. И, собственно, вот. Этот отряд будет предназначен для добычи предметов с этих вот раскопок. Вот он у нас сейчас активен. Вот. Хакеры. И, в принципе, давайте добудем один предмет. Почему оружие ближнего боя? Потому что на этих раскопках, как правило... Ну, не как правило, всегда на них роботы находятся. Роботы. И... Достаточно большое количество. Вот с самого начала мы уже видим пятеро роботов. И... Чтобы не тратить патроны... Да и не факт, что мы их будем всех убивать. Сохранюсь. Получится. Или нет. Посмотрим. Я его. Посмотрим, как у нас получится или не получится их атаковаться. Или уничтожить как-либо. В общем. Я его сниму. Я что-то слышу. Я его. Пойдем другим путем. Я подогнем. Начинаем стрельбу. А мы продолжаем их выпиливать. В самом прямом смысле этого слова. Я его сниму. Так, отлично. Первый готов. Я его сниму. Я его сниму. Я его сниму. Я его сниму. Так. Ммм... Я подогнем. Вот так вот пробежится по кругу. Пока наши мужички выпиливают этого паукана. Робота-паука. Так. Ну, можно, в принципе... Ой-ой-ой. Это был крит или... Нет, это был просто дамаг. Ну, похоже, что у нас ничего не выяснилось. Хотя... Проверим. Большой дамаг получают наши бойцы. И, похоже, нам придется... Сделаю, что смогу. Слышу вас. Загрузиться. Да, нож вообще ничего не дает. Да. Нож у нас... Дамажит по... Шесть. А Билы... Так. Немножечко. Вот так. Вот. Гарольд. Хм... Двадцать пять. Странно как-то все это. Слишком мало дамага. Ну, в любом случае... Не получилось у нас ничего. В этой затее. Ну, либо я немножечко неправильно действовал, но... Особого желания убивать тех этих роботов у меня нет. Поэтому, пожалуй, просто выкарадим предмет. Ну, можно, конечно, попробовать выпилить вот эту вот маленькую группу. Давайте попробуем. Да, урон слишком маленький. Ммм, да. И нас убивают гораздо быстрее, чем мы их. Ммм, да. Мне нужно прикрытие. Какие приказы? Бьюсь, я не смогу это сделать. Уже иду. Иду. Ммм, да. Все-таки пока защита от электромагнитного повреждения вроде бы не слишком недостаточно. Поэтому просто выступим как воришки. Пробежимся, заберем и убежим. Вот когда у нас будет вооружение посерьезнее, мы вернемся. Ну, как, сюда уже мы не вернемся, но... На последующих раскопках мы будем вести себя уже более агрессивно. Так, и вот. Мы видим на карте, собственно, предмет, который нам надо похитить. Нет. Да, на карте он нам почему-то не показывается, но суть в том, что вот этот предмет нам надо похитить. То есть, подвести одного из бойцов к нему, забрать и вернуться вместо высадки. То есть, вот сюда. А вот этот вот предмет, он дополнительно ни на что не влияет. Ну, в частности, вот это мы видим, марсианская батарея. Но забрать мне его хочется. Собственно, так и сделаем. Так, режим бега забыл выставить. Ну и, собственно, понеслась. Так, три робота сразу на старте. Это, конечно, плохо, но... Мы попробуем как-нибудь их обхитрить. Это всего лишь глупая бездушная машина, управляемая лишь искусственным интеллектом, который не в силах превозмочь человеческий гений. Так, не могу это сделать. Да все, ты можешь. Так, где открыто, хорошо. Забираем эту батарею. Показываем язык с глупым роботом. Не, они все еще упорно встают у нас на пути, но ничего. Вернуться мы сможем немножечко другим путем, а пока нам бы... Так, где наши бойцы тут вот. Приказывание будет сделано. Не извиняюсь. Надо продумать о пути отступления. В принципе, вернуться можно будет поверху. Хоть это будет немножечко сложно, но ничего, мы справимся. Так, отлично, мы захватили предмет. Вот такая вот штука, какой-то артефакт марсиан. РП-771. Ну и почему-то пишется как оружие, но на самом деле оно таково не является. Просто какой-то носитель информации, вероятно. Собственно, вот самый кратчайший путь выбирается Светланой. Так же, как она сюда и пришла. Ну, ничего плохого у нее в этом не вижу. И вот Гарльт и Диего у нас возвращают. Так, а тут роботы блокируют им путь. Да, но мы не сможем пройти. Не-не-не-не, мы сможем пройти, да. А, они, видимо, закрыли... Да нет. Что не так? Да что ж не так-то? Почему они тут не могут пролиться? Да, дверь была закрыта, но не отображалась. Очень странно, у меня такого никогда не было. Ну, ничего. Собственно, вот. Ребята вернулись. Светлана поднимается. Все. Успех. Тимфальное возвращение и левел Аппу Светланы. Ну, неплохо. Возвращаемся на базу. Смотрим, что нам стало доступно. Вот, марсианские архивы. Ну да, видимо, какой-то источник информации. Конечно, не похоже было на то, что он вот прям вот так вот... Как тут сказано, это прям огромный источник зданий, и на нем хранилось такое огромное количество информации. Ну, все может быть, все может быть. Член вашей команды завершил. Ну да, у Светланы был левелоп 12 уровень. Что у нас? Скорость, скорость, скорость целосложения. Ну, давайте, целосложения нет. Через силу воли тоже варианты получится, но... Хорошо, тогда ловкость. Ловкость дает физподготовку. Ловкость. Ну, да, хорошо. Сила воли уговорить. Тем более, прицел повышается. Это уровень отлично, и это отлично. Так, места в учебном центре у нее все еще нет. Здоровье у нее поменьше, чем у остальных бойцов. Так, понятно. Ну, как всегда, вот эта вот у нас территория, залив Меридиана. Без ресурсов, но терять не хочу, потому что тогда в любом случае придется отбиваться. А это потеря патронов, времени и, возможно, чьей-то жизни. Но это вряд ли. Это очень маловероятно. Итак. Отряд. Коммунисты. Не знаю, почему назвал. Совершенно никакого политического подтекста. Но почему-то мне понравилось такое название отряда. Вполне возможно, что позже я переименую отряды. То есть, именно по их функционалу. То есть, какой отряд для какой миссии предназначен. Но пока что меня устраивает такое. Когда отрядов немного, я ориентируюсь. А, вот, кстати, наша марсианская батарея. В количестве ноль единиц. Но отображается количество зарядов. Тридцать. То есть, что странно. Она должна была быть одна. Но даже в исследовании ничего не появилось. То есть, там, исследования батареи марсиан. Ладно, неважно. Так, кстати, может быть, поговорим с культистами. Без детства вы не можете прислать нам ничего. Потому что у вас даже корабля нет. А с лопутянами мы связаться не можем. Так, ретикулане. Быть может, вы не... Таки подкинете... Нет. Не хотят они с нами ничем делиться. Не хотят. Жадины. Жадины. Но нам в любом случае надо так... Выслать отряд для защиты. И... В принципе, да. Мы готовы. Поехали. Даже полетели. Ага. Вот. Вот эта территория. Редкие металлы. Ну что ж. Подойдет. И зверолюди отбивают у ретикулан страну пиры. Это хорошо. Потому как на ней... На этой территории, на ней, находится богатый... Рудник химикатов. И это хорошо. Я уже повторяюсь. Мы выбьем оттуда зверолюдей. Но это будет в достаточно высоком приоритете задания. И поставим там рудник химикатов. Это очень хорошо. Это химикаты... Потому как химикаты это достаточно ценный. И вот. Русь. Внезапно у нас открывается провинция. И на ней впоследствии можно будет построить рудник кристаллов. Это очень хорошо. Очень... Просто вот так вот территории разом отхапать. Это... Это хорошо. Очень полезно. Так. Эм... Да. И, кстати, тут мы тоже... Так. Сейчас немножечко разберусь. Вот так вот. Сначала у нас ставится здесь. Потом здесь. Потом вот. Через Аскреус. И на Кандор. Угу. Хорошо. Так. Миссия у нас... Не должна быть ночью. Все же, похоже, будет ночь. Вот жалко, что есть только два времени суток... День, повезло. Два времени суток. Это день и ночь. Нет там какого-нибудь рассвета, заката. Ну и прочих переходных времен. Так. Ну, в принципе... Светлану мы отправим, пожалуй, на разведку. Одну. Кузя у нас сразу поднимется наверх. А все остальные у нас пойдут по низу. С винтовочками наперевес. Пять. Почему-то подумал, что шесть. Ага, хорошо. Вас понял. Так. Диего. Точнее, Диего. И кто тут еще? Дима. На позиции. Один он не будет. Ага, вот он один. Один и не... Он и не один. Шквальный огонь. Умудряется попадать. Он просто... Ну... Некрасиво он поступает. Вот что я скажу на этот счет. Ну и Светлана отправляем его в фланг. Так. Где наш Кузя? Ага. Понял. Он пойдет... Да. Все правильно. Он идет. Хорошо. Отлично. Этот лег. Дальше. Вперед. Проще по одному их туда отправить. Что? Ладно, ладно. Тут кто-то есть. Так. А там трое. И Светлана одна вряд ли разберется. Надо немножечко... Да. Вот так вот. Выхожу. Слушаю. Ребята в траме зайдут в фланг этой двойки. А Ют и Полина будут работать уже на этот фланг. А потом Светлана прибежит сбоку. Ну и Кузя немного поможет. Хотя пускай стреляет по этим. Слишком опасно его подводить ближе. У него очень мало здоровья. Да. 95 единиц всего лишь. Собственно вот. Отлично. Ют на позиции. Ага. Ну вот. И Кузю даже там уже вырубают. Как вырубают. Он всего лишь потерял равновесие. Но все равно это нехорошо. Так. Светлана приближается к цели. Угу. И ребята готовы уже открывать огонь. Да. Дима немножечко повыше. Вот так вот. По Кузе все еще стреляют. Так. Очень опасная ситуация. Ну же, друг. Упади вниз. Хорошо. Упав вниз, он должен уйти из сектора обстрела. Так. Добивать последнего. И вроде бы... Нет. Стреляли по полине. Славно у нас еще вне зона обстрела. Отлично. Этот у нас теряет сознание. И переносим огонь... Нет. Немножечко. Немножечко. Полину вот сюда. Частичное укрытие. Идет тоже немножечко назад. Оттянем, чтобы по ней не было такого широкого сектора обстрела. Так. Ребята уже должны справиться вот с этим и засранцем. Хорошо. Так. Полина у нас здесь. Стрелять все еще не может. Угу. В принципе, отойти немножечко назад. Слишком плотный обстрел. Так. И мужики идут в атаку. Отлично. Нет, пистолеты слишком слабые. Оказывается, надо уйти вниз из-под сектора обстрела за гребень. И вернуться потом спереди уже. Так. Вот. Так. Так. Ну и в принципе, это будет достаточно. Вот так. Угу. Так. С них. Перестали по ним стрелять. Попали не идут. И вводим их вперед. Так. Отлично. Один отбился от стаи. Стада. Не знаю, как называются. Их формации. Или боевые построения. Что там? В любом случае, открываем огонь. А двоих Светлана на себя оттянула. Это очень хорошо и на руку. Так. Все еще продолжать стрелять по Полине. Ага. Там их трое. Отлично. Так. Все. Все готовы. Юль даже отсюда сможет стрелять. Полину мы больше не будем вводить в бой. А вот мужички снова идут в рашу. Они себя хорошо показали. Так. Светлана еще немножечко назад оттянуть. Хорошо. Юд стреляет. Просто молодец. Сразу видно. Будущего снайпера. Ммм. Поломка скафандра. Так. Попробовать быстро устранить. Иначе она потеряет сознание. А этого... Так. Ага. Вот оно как. Ммм... Не готовили меня к такому. И как же... А... Нет. Нет. Должна быть какая-то... Какой-то способ. Так. КАК. ТОНЕЦ. А. АНТ. АНТ. ПОКО. АНТ. Не обязательно. Продолжение следует...